всем привет вы на канале зодей миша сегодня у меня новый такой прикол я сегодня буду делать две вещи это делать колбасу я буду делать бастурму куски о золе дело просто закладываем соль вот она легла у нас мы даже можем не видим не гнетом не давить ключом мы не можем хотите придавить я ничего такого делать не буду просто вот засолил мясо и все и ставлю его в холодильник так ну что наше мясо настоялось мы соответственно его точно так же просолилась на его точно также сейчас как и с бастурмой достанем и хорошенечко его отмочим у нас постояла трое суток значит оно должно отмачиваться где-то три часа приблизительно вот выглядеть это так так наше мясо на колбасу мочилась теперь нам его необходимо перекрутить на мясорубке со специями можно брать разные я взял смесь перцев здесь у меня находится час состав красный молотый соль паприка красная и зеленая перец красный молотый перец душистый кориандр молотый чеснок лук и сахара немножко все то есть не усложняем себе жизнь берем смесь перцев и перекручиваем еще пока будет перекручивать мясо вместе со специями и нужно будет еще добавить сюда чеснока я буду добавлять головку чеснока вот мы получили наш парж что теперь необходимо с ними сделать для того чтобы он был более однородный и лучше частички слипались да это будет уже колбаса набитая то его рекомендуется прогнать через мясорубку еще один раз у кого электрическая это конечно не составляет труда сделать по механическая ради такого дела иногда можно два раза пройтись сложного в этом особенного нету вот так что вымешиваем его хорошенько чтобы все специи там мешались чтобы чеснок перемешался и прогоняем второй раз либо есть другой вариант можно два раза не прогонять можно поставить мелкую сито мелкая мелкую ячейку отверстие этих мясорубки и тогда она сразу будет такое как нам надо ну меня подходящего мелкого нету поэтому погнали второму кругу только сейчас другую емкость все наш фарш готов принципе его уже можно набивать но я не буду этого делать я его поставлю в холодильник чтобы мясо на ночь завтра приду с работы по считать тоже на сутки ничего с ним не случится она солилась очень долго в этом она не испортится я его поставлю в холодильник пусть она пропитается хорошенечко специями как положено и немножко отдохнет а потом я уже его напью завтра в а вот во что я набью увидите дальше ну и я не знаю мне тут села батарейка на телефоне успел ли я сказать пока второй раз перекручивал мясо значит есть один секрет некоторые повара добавляют фарш рюмку коньяка но у меня коньяка нет я набиваю так как она есть таком виде ну что привет всем еще раз вернулся я с работы мясо наше настоялось уже пропиталась специями все с ними хорошо простояла но меньше чем сутки это не принципиально как я и говорил можно его было напивать еще вчера вот но как бы не было у меня времени я плюс ко всему прочему я хотел чтобы мясо пропиталась хорошо спициями вот значит сейчас начинаем набивать нашу колбасу значит для того чтобы набить нашу колбасу нам необходима трубка здесь диаметр порядка где-то сантиметров 5 где-то вот она по диаметру получится как краковская можно использовать трубку больше его диаметра где-то у его делать ее тип как солями тоже подходит я не стал я не стал брать трубку более широкого диаметра потому что все-таки жарко и есть у меня опасение что колбаса может испортиться поэтому взял диаметр остановился на диаметре поменьше чтобы избежать неприятности хотя я сомневаюсь что так хорошо просоленное мясо с таким количеством специй может испортиться мясо у меня отлежалась и она немножко так сказать немножко ну такой комок взялось поэтому я его еще раз перекрутил на мясорубке будет еще более однородная масса и так сказать будет более однородный состав я думаю это очень хорошо нам только на пользу для того чтобы начать набивать нашу колбасу нам нужно необходима пергаментная бумага и что-то чем мы будем набивать эту колбасу ну собственно приступаем берем пергаментную бумагу и для того чтобы она потом внутри этой трубки развернулась мы ее закатаем в обратном порядке сделаем вот так вот пару оборотов надо сделать можно ножницами отрезать можно оторвать это не принципиально трубку нашу вынимаем пергаментную нашу бумагу подкручиваем немножечко и вставляем трубку и она внутри распрямляется сама по себе вот уже вышла с этого края здесь мы ее точно так же распрямляем все бумага внутри трубки распрямилась можно приступать к набилке нашей колбасы для того чтобы нам было удобней то соответственно мы я попробую пока не разворачивать верхнюю часть можно и развернуть просто упираем ее в доску берем маленькую ложку вот и или руками кому как хочется если трубка диаметром побольше то соответственно можно побольше и закладываем мясо туда вот я сейчас набью одну колбасу остальное уже не буду снимать колбасах будет у меня много я еще думаю может быть я сделаю не форме колбасы а форме каких-то брусков ради интереса как бы на на примере одной покажу как я это делаю ну вот собственно уже колбаса набита что мы теперь делаем теперь мы просто ее вынимаем из трубки надо же было закрутить и аккуратно вынимаем из трубки вот наша колбаса набита вот она у нас есть что мы делаем дальше я это ставлю в сторону чтобы не не мешал теперь мы берем марлю и заворачиваем это дело в марлю купил пачку марли новый что даст марля марля на себя заберет вишнюю влагу и марля марля не даст распространяться так сильно запаху по по холодильнику это у нас будет холодная сушка берем нашу колбаску заматываем бумагу здесь делаем загиб и закручиваем у нас принципе вот только сверху зажата здесь у нас внизу загиб все закручено и внизу не нужно будет перематывать вот для чего вот так вот закручиваем если у вас есть резиночка можно резинка если резинки нету можно ниткой шпагатиком веревкой я очень люблю эти канцелярские резинки вот получилось вот такая вот у нас вещь теперь мы берем крючочек вешаем эту штуку холодильник на улице жарко и так она у нас висит через два максимум три дня мы ее вымем и освободим от пергаментной бумаги ну и опять же если нету допустим полочки в холодильнике в дверце устроены так что переполки так стоят нельзя повесить в принципе ее можно и набор но вы должны понимать что скорее всего останутся следы она затвердеет и останутся следы от решетки поэтому подумайте как лучше им положить может быть как-то по-другому у кого-то есть можете написать в комментариях как допустим вы положили эту есть в идеале правильно ее подвешивать чтобы она висела ну и как показывает практика картонную трубку можно использовать но она очень быстро портится она становится влажная от рук и колбасу из нее потом трудно вытягивать поэтому лучше всего использовать пластиковую я не стал мучить меняю к сожалению нету я не стал мучиться с картонной трубкой и решил поэкспериментировать хочу сделать колбасу еще один вариант чтобы она была прямоугольной формы то есть можно вообще не пользоваться никакими трубками а сформировать из фарша так сказать колбаску завернуть ее в пергаментную бумагу и сформировал так сказать ее создав ей форму определенную то соответственно можно ее так сказать приготовить пробуем дальше хозяйки вспоминают как они пользуются тестом мужчины кто редко готовит или кто вообще не готовит и вдруг захочет такое сделать то вспоминаем детство как мы баловались пластилином досточку можно смочить тогда мясо не будет не так сильно прилипать вот такая красота как в магазине как с завода вернее чем плохо оно же еще усохнет соответственно уменьшится в размерах сейчас мы достанем пергамент и вложим аккуратно ее на пергамент раз раз мы делаем так чтобы она вот она уже в один слой обернулась и достаточно сильно не нужно замачивать пергаментная бумага она все равно не пропускает жидкость когда мы предоставали мясо на бастурму которая сейчас сохнет нужно было обратить внимание что бумага вся внутри жидкая ну в смысле в жидкости какой-то вот наша колбаска практически идеальная форма сейчас мы ее точно так же завернем в марлю и положим сушить повесить точнее как заворачивать марлю я уже не буду третий раз вот так вот можно без кишок делать колбасу хотите круглую хотите квадратную какую хотите хоть треугольную если есть большое желание ну в общем я решил провести эксперимент две колбы лежит бастурма которым вы уже видели в предыдущем ролике а еще две колбаски будут у нас сохнуть холодным способом то есть холодильнички а две я вывешу на балкон и буду сушить на окне так как сушил бастурму ну если есть вопрос как я сушил бастурму ну как как-то ранку вот так вот взял повесил бы тут у нас сеточка никакие мухи сюда не залетают ничего тут не проходит веревка карасик тут застучал веревка и на веревке просто вот так вот она висит то есть ветер продувает через сеточку вот туда-сюда гуляет и она так вот сохнет вот поэтому две колбаски мы засушим сухим способом теплым так сказать а две у нас останутся будут лежать в холодильнике холодным способом сушиться то есть это более длительный процесс но зато колбаса более зрелая получается вот так вот почему я говорил о горячей сушке и его холодной сушке потому что бывает иногда хочется сделать колбаску допустим зимой а зимой естественно сушить не это понятно поэтому сушим ее в холодильнике сушка в холодильнике занимают в два в три раза больше времени чем сушка допустим на балконе но не будем так сказать мудрствует рукава возьмем сейчас нашу колбаску честно говоря я уже кругленькую колбаску уже пробовал а вот длинненькую плоскую еще не пробовал поэтому мы берем нашу колбасочку так вот разворачиваем еще раз скажу это горячая сушка на балконе под солнышком вот так ой какая ж ты красивая такая вот колбаска что мы можем сделать можем разрезать кстати если мы возьмем допустим это из свинины если мы допустим возьмем из 50 на 50 хотя бы из говядины то получится она будет красная так она будет естественно ну синий на если не хотите запахов в холодильнике то вы не используете чеснок берите просто специи вот так гляньте как красиво какая замечательная получилась колбаска ну что с ней нужно сделать ее нужно естественно попробовать вы меня конечно извините эту с лимонадом вообще супер отличная колбаса замечательный вкус просто бомба вот честно класс подписывайтесь на канал или не подписывайтесь ставьте лайки или не ставьте в любом случае те кто подпишется он увидит новые видео и новые ролики которые обязательно я выложу на своем канале через видео всем пока